Я приглашу Леночку, Лена Смолидзе. Еще раз добрый день, очень рада вас здесь видеть. На самом деле выступаю очень часто, перед большим количеством людей, но вот сейчас впервые как-то в Грузии находясь несколько смутилась. Потому что с большим трудом, например, представляю себе, чтобы грузинский муж пришел домой и сказал своей жене, что он хочет попробовать секс втроем. Такое вообще возможно? Возможно. Давай я переведу. Такой стиль. Постанили к аудитории, а также на сегменте университет, посещает сегментарии, а также на сегментарии, В России и в других странах я выступаю в России, в Испании, в Италии, во Франции. Эта тема очень распространена не то, что тема секса втроём, а именно распространена тема разнообразия супружеской жизни с целью наполнить её не только какой-то внутренней энергией, но и сделать так, чтобы мужа, говоря упрощённым языком, не тянуло налево, как бы он вас не любил. Ага, но это тема, что русские в Европе уже стали на актуальность, мы можем конкретно говорить о том, что секс в мире и не понимать о том, что русские в Европе, но не понимают, что русские в Европе есть право, а не сексуально. И вот, например, во Франции, в которой я была буквально две недели назад, и тоже выступал, там очень много, кстати, русских, ну, эмигрантов, там грузинки были, вообще очень много русскоговорящих бывших, и вот я узнала, например, что во Франции, в городе Париже, только в одном городе Париже, около 30 свин-клубов. Ага, вот статы свин-клубов, сапрагичи, садатые люди в Европе. Да, и куда пускают только 60-х людей. То есть не так, как в Москве, в Москве пускают любую пару, а во Франции, например, в свин-клуб пускают только людей при предъявлении, и вот для того, что они женаты им, документы. Ага, а ну, собрагичи, от стати кубе, садатц, цгилеби, макрам-хот, аучахэбулли цгилеби, мидиадц, ульян, парни, олевс. Вот, и эти темы, вот я говорила сама в начале, да, как ты нас представляли, будучи сама как бы 20 лет в браке, и в браке таком очень сильно эмоциональном, скажем так, браке, построенном на сильном сексуальном лечении, и сама столкнулась тоже с некоторыми такими проблемами, вот. Но раньше об этом не принято было говорить, да, вот тут, наверное, есть мои ровесники, те, кому за 50. Мы вообще о сексе очень мало говорили, у нас вела любовь, да, и при слове «минет» мы краснели, и тому подобное. Но было так, сейчас время очень сильно изменилось. Мы так делали вкусное, у нас здесь все еще раз, где-то «минет» у вас там виноват, и у нас есть проблемы с ними, как у них это было, то, что мы все равно сила. мы не можем работать просто, но это все отлично, мы начали в себя в жизни, и то, что, если мы будем работать с сексом, то с тем, что мы не хотели бы у нас болеть, ауру вот этой вот сердечности, какой-то красоты, радуги, ребенка внутри нас. И поэтому я просто очень коротко хочу сказать несколько вещей, которые подтверждены практикой, скажем так, и о которых я совершенно точно знаю не только на своем личном жизненном опыте, который, поверьте, был, к сожалению, таким богатым, очень сильно, наполненным очень сильными потрясениями, но и на опыте моих подопечных, только в одном инстаграме, у меня более 700 тысяч подписчиков, и в дереве я получаю ежедневно огромное количество историй, вот женских именно историй. Я думаю, что в России уже давно, много лет, до около 50 лет, 50% разводов. В прошлом году был рекорд, было 70% разводов. Я не знаю, какая статистика угрозит, здесь, конечно, такого нет даже близко. Нет, не такое, но достаточно много. Достаточно высокое. Естественно, не все эти разводы происходят по причине какой-то сексуальной несовместимости, но большинство причин, если это не какая-то коммерческая причина, это, конечно, причина и смен. Как правило, женщины подают на развод гораздо чаще, чем мужчины, именно потому, что они сталкиваются с мужской изменой. Да, я надеюсь, что я лично запущу со мной был 10% homouriphy, но я считаю, что яchu так больше всего. Мы музыканさん��는 все это особенно встречи. Сексы, в том числе. Это, как此 девушка говорила, что она 33% 보 него, она totalement непосреда отношения Meinungen отkładана иides что на моей семье в сказать, как любовь к вам хочет, а Message beastsレксуального и фантазии 50%. Он говорит, что было интересно, есть что мы перед нами с York rested, если было сексуальной фантазии, там, как могло бы, или да, с чем так. Потому что дети это очень сильно чувствуют. Да, сложно, да. А ну, калеби, сунгравлесооба, Ирчоус Пирвава, Иоанн Цану Брод, Эгуеван, Берегуеван, Маграм, Эртисит, Тхас, Хучаус Симазерова, Мамага, Цизятгат, Сквердзе Гулаус, Маграм, Амдрос, Ра-Царунда материалы, Ра-Царунда мочуайна бити, Маграм, Ра-Царунда мочуайна бити, Маграм, Ма-Инцкал, Альчоу. И поэтому наши семинары, которые мы ведём уже несколько лет, женские ликбезы, и я уверена, что в конце концов вот Евгения и Инна обязательно найдут, скажем так, Гуру именно в этой области тоже, потому что это очень важно. Они посвящены, скажем так, Каким-то, может быть, даже физиологическим практикам, потому что существует на основе специальных, очень серьезных исследований, например, какие-то три самые распространенные мужские эротические фантазии. Да, я думаю, что это не только для того, чтобы у вас не только энергетический, но и для того, чтобы у вас есть физиологический, как и сэксуал, и у вас есть факт, что вы можете сделать это сэксуал, вы можете сделать это сэксуал. фантазия. Интересно. И эти фантазии, кстати, они во всем мире одинаково, вот что самое интересное. Там для вас включительно фантазия, мне бы сказать. Следование проводится в основном в Европе и в Америке, но если сравнивать вообще общий уровень исследований, то психология мужчин не сильно отличается между европейцами, американцами, русскими, да и грузинами, я уверена, потому что ваши мужчины, вот вчера я прошлась до аптеки от гостиницы, видимо, было очень темно, и кроме потому, что я блондинка там на каблуках и, ну, не знаю там, что они еще увидели, конечно, вниманием прям я была переполнена, скажем так, весь этот путь до аптеки, да, мне предлагали много экскурсий, кальяны, куда-то поехать в горы сразу, немедленно, вот, и как бы никого не останавливала, да, что у тебя бабушка там 54 лет и так далее, и тому подобное, поэтому, я думаю, для Грузии это актуально все-таки. Да, 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 я переведу это. А, ну, статистик, у меня на цемя аптеки не было. Но, кстати, было приятно, что прямых непристойных предложений не поступало, как у нас в Москве могут сразу непристойные предложения поступать, Здесь все было интеллигентно. Даже высовывались в машину, предлагали подвезти срочно куда-то. Но так вот, вернувшись к теме мужских фантазий, самая распространенная мужская фантазия всех мужчин на всем мире – это секс втроем. Вы можете набрать в Google, в Яндексе. Это не моя фантазия. На самом деле, умная, любящая жена всегда может реализовать эту фантазию внутри семьи. Всегда. В этом нет никаких проблем. Для этого есть масса различных, скажем так, приспособлений, если можно так выразиться, масса различных вариантов. И настоящая женщина, которая любит своего мужа, которая хочет сохранить брак, она так и сделает. Как и в случае, например, с тем, если мужчина захочет, например, попробовать, извините мне, очень извините, анальный секс. Так что, если мужчина такова, что анальное отверстие содержит 72 нервных окончания, и даже мужчины самый бурный оргазм испытывают, когда происходит, скажем так, возбуждение одновременно из его… Нет, давайте я об этом не буду сегодня. Это не прошло. Ну, в общем… Вы меня поняли, короче говоря. У мужчины есть простаты, и если, например, занимается мужчина со своим мужчиной сексом и одновременно, и каким-то образом воздействует на его простаты, это очень просто. Он получает такие оргазмы, которые ему не даст никакая необразованная молодая любовница, даже если у него будут ноги и рост метр восемьдесят, и грудь сделанная пятого размера. Поэтому, девочки, все в ваших руках. Да? Не буду долго. Давай решить. Не, почему? Расскажи. Интересно. Я думаю, интересно. А ну, эсэйки, рад чехе по аналур хурелсхо, маши, зальян бэв нервули, дополу ЭППЯ, т.е. зальян дидо, ах, кснебасац, лутургурцкал, за себе мамагац. Аргазма, аллуй, аппью, аллуй, 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 ах, кснеба. И вот кстати, когда у мужчин наступает климакс, а он сто процентов у них наступает, и проходит гораздо более болезненно, чем у женщин, мы-то начинаем пить гормоны, если мы умные женщины или идут её практиками Евгении, без гормонов этот момент переживаем, да, то мужчины, они этого не понимают и ничего делать не начинают. И вот где-то около сорока у них начинает сносить крышу. Именно в это время появляются секретарши, соседки, кассирши какие-то там двадцатилетние, которые просто-напросто научились делать глубокий перловой минет и научились воздействовать на его простату во время секса. Все. И понимаете, ваша красота, ваш ум, ваш безукоризненный дом, ваши качапури, они не пойдут в конкуренцию в этот момент. Это так. Это так. И взрослые женщины это знают. Натали, чтобы worthwhile. Но небо неевидение стены другие страны. Пошли выстрелся. throw you some поискам с длинными целью и пермесуты. Но ды crackers не волнуйся. Прweder какой-то ахата. alley можно призн år. И это не значит, что в этот момент ваш муж захочет уйти из семьи, скорее всего нет, ему не нужно уходить, его будет вполне устраивать, что его ждете дома вы, любимый, он реально вас любит, да, любимая, теплая, единственная жена, и будет еще кто-то, кто будет воплощать его фантазии, вот, но, как я уже говорила в самом начале, нормально, как бы женщина, уважающая себя, это вряд ли устроит, вот, именно поэтому хотелось бы вам пожелать вообще от всей души, минуточку, да, потом на вопрос отвечу, если вам, например, муж в открытую предлагает секс втроем, не сомневаюсь, что это случится, прежде всего это хороший знак, это значит, что он вам доверяет, понимаете, это очень хороший знак, и не нужно делать какое-то страшное лицо, убегать там, сверкай пятками, или выставлять его чемодан за дверь, а надо просто обсудить это, понимаете, это же могут быть разные варианты, вы можете вместе смотреть порнографические фильмы с сексом втроем, да, вы можете в конце концов просто наблюдать там, я не знаю, какие-то, каких-то партн, ну, я не знаю, в Тбилиси вряд ли есть свинклубы, есть, 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 вообще, я не знала, но есть, отлично, то есть, можно посетить какие-то клубы, там, в любом городе Европы, в таких местах никто никого ни к чему не принуждает, вы просто смотрите, наблюдаете, это очень сильно мужчина заводит, и его доверие к вам тоже, да, то есть, тут может быть масса вариантов, вы можете пригласить еще одну девушку, ласкать на его глазах просто девушку, просто вы будете это делать, то есть, масса вариантов, которые помогут решить вам этот вопрос. Ну, а ну, мы говорим, что мы очень хотели сказать, я сказал, что мы сейчас с одним из одной изdr что оказалось бы так, что там было так, что это было впечатлялось. Появился мужчина. Просто видите, так всегда такие моменты. Да, сейчас я всем не знала, что это было так, что сексуальным фильмом с уродом. Да, когда я считаю бизнес, мы все равно с этим Но я не могу говорить хоро, пока право первое. Если он успешен, скажем так, в бизнесе, ни его огромный живот, который прикрывает первичные половые признаки, ни его лысина, ни его геморрой и простатит не помешает молодым и красивым девушкам предоставить ему все, что он захочет, поверьте. Они специально этого ждут и к этому готовятся. Поэтому, девочки, вы не... Я понимаю, что вы все в душе какие-то девственницы с детства, да, и это может быть нормально. Но прежде чем, опять же, отказывать мужчине, например, даже в том же анальном сексе, нужно немножко изучить эту тему. И если к нему правильно подготовиться, в этом нет абсолютно ничего страшного. А для мужчины это очень важно. Почему? Потому что именно... Потому что именно в процессе вот этого вида секса... Именно в процессе этого вида секса мужчина чувствует, что вы ему полностью подчинены. То есть вы полностью находитесь в его власти. Девочки, на этом мы с вами заканчиваем. Было очень приятно пообщаться. Если есть какие-то вопросы, давайте вы в перерыве ко мне подойдете, я вам обязательно на все ваши вопросы отвечу. Я вас очень люблю, вы прекрасны, и мне было очень приятно здесь находиться, несмотря на мою болезнь. Стой, стой, отвлекай. Мужчина, это наш мужчина. Я знаю, это вообще великолепный мужчина, я знаю. Он стал космонавтом, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Так что тема следующая, это нормально. Очень вас уважаю, я с вами заочинно знакома, вы потрясающие. Да, ну, спасибо. Спасибо. Социальной жизни, да. Социальные жизни, они ведь такие, мы всех знаем. Это совершенно правильно сказано. Пусть девочки зададут вопрос. Но если есть вопросы, да, девочки, давайте, может быть. Да нет, я думаю, что... Трежняя фантазия. Еще раз... Третья фантазия. А, третья фантазия, о которой я потом не сказала. Ну, художник, художник. Хорошо, давайте, так можно, мы закончим. Арсений, а акцент потом, ну, Арсений, Тодоханикова, ну, чей, ну, не смущает нас. Да. И буквально пять минут, и мы его позовем. Вот. Ну, и третья фантазия, на самом деле, очень простая фантазия, которую можно было даже... Я самая фантазия, я убрала. Можно было даже на первое место поставить, потому что она очень важна для мужчины. Ну, она просто намного... ее намного легче воплотить. Это хороший, качественный, глубокий, горловой минет. И если вы любите своего мужчину, вы обязаны эти практики освоить. И в этом нет ничего сложного. Сейчас масса, опять же, вот, это доверие, это общее личное пространство, это дети, это какие-то общие планы. Но начинается ведь все с любви, то есть секса, да? Вы же помните, как вас трясло, когда вы друг друга за руку брали, когда вас колотили, вот эти искры шли. В ваших руках, чтобы через 30 лет вас так же колотило. Вот я со своим мужем развелась 14 лет назад, а его до сих пор колотят. Да, он до сих пор на все передачи приходит и говорит, какая я плохая, из-за того, что я от него ушла. Поэтому, девчонки, все в ваших силах, и реально не упускайте этот момент. Вот здесь девочки очень много говорят, очень правильно, будут говорить, будут учить. У Евгении великолепные практики, именно связанные с сексуальностью. Но вот этих вот чисто физиологических моментов мы не должны их упускать. Если мы хотим, чтобы наши мужчины были нашими, только нашими. А это очень важно. Все подтвердят. Здесь есть какие-то вопросы? Давайте я переведу сначала. Сначала. Ну, мы все даже не спросили, что мы хотели открыть секс, чтобы спать их спать. Но, так как мы возьмем, что мы хотели бы допустить ему, что мы хотели, чтобы они открыли это бло. Да, директор Диазра Исалисром, член с Хелкааром, и гиве Найра Трунгурц Тавидан пирвели, шехот Рисаста пирвел, зелсвах елвэв дитерцмаянць, в Небае, в Небае, в Небае, шевин арчунута, и гиве Небае, в Небае, и гиве Небае, в Небае, в Небае, в Небае, в Небае, в Небае. Вот я вижу, что вы все почти улыбаетесь, мне это очень приятно. Значит, вы реально согласны со мной, и вы понимаете, то, о чем я говорю, это важно. Еще раз спасибо. Спасибо вам большое.